Уважаемые друзья, добрый день! Я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями о вебинаре или о курсе Андрея Плетельчука, который называется «Духовидение». Вообще это о чем? Это о развитии экстрасенсорики. Еще это о чем? Это о состоянии осознанности, кому она нужна. Это о состоянии пробуждения, просветления. То есть для тех, кто стремится к этому, это тоже для вас. Для тех, кто хочет исполнение какого-то желания, это тоже для вас. Но сейчас я поделюсь тем, как я попала на этот курс. Во-первых, я сама владею риксоновским гипнозом, который и как бы специальными трансовыми техниками, и речевым гипнозом. Поэтому, соответственно, я, ясное дело, помогаю людям. Помогаю в чем? В исполнении их желаний, их запросов. Любых. Еще что? Я лечу руками. И этим занимаюсь я уже лет 25. Поэтому очень удачное сочетание слов лексического строя речи плюс энергии рук и «человек здоров», скажем так. Но и не только по здоровью. Но у самой у меня была проблема. И связана она была как раз со здоровьем. И связана она была с тем, что у меня болели ноги и немного спина. Вот. Я сама себе записывала трансовые техники. Ну, видимо, или состояние какой-то усталости, когда ты занимаешься сам с собой или еще не знаю чего. Но, в общем, должного эффекта у меня не было. Я поэтому послушала еще на бесплатных занятиях, на которых Андрей Притинчук просто нам рекомендовал этот курс, я послушала его целительные сеансы. Сейчас, кстати, я хочу поделиться. Энергией, могучей энергией, которой владеет Андрей. В общем, я шла по комнате. У меня уже звучало, был вот уже этот вебинар шел. Андрей начал проводить свой сеанс. Вот. Я шла, находясь дома, на руках с внучкой. Внучке 5 месяцев и весит она 7 с чем-то. Короче говоря, для меня этот вес тяжеловат был. И у меня такая мысль, как бы, что вот у меня и ноги болят, а она тяжеловата. Зря я ее тут тащу. И в этот момент я вдруг сама слушаю голос Андрея и вдруг чувствую, что Катюшка становится прямо на руках у меня как будто невесомой, а ноги у меня, ну все, вот как здоровые. То есть вообще я перестаю думать о ногах, потому что у меня тело-то становится самой легким и чуть ли никак невесомым. Вот это меня настолько изумило, вот это состояние, ну, просто, ну, могучего экстрасенса, вот, что я прям сразу же тут уже Катюшку положила и начала в оба уха слушать, внимать. В общем, так я попала, да, еще расскажу, что в этот же момент времени, кстати, мне по телефону позвонил папа. А папа мне еще дня два назад как бы вот звонит и говорит, Валя, ты что-то я приболел, не могла бы ты мне помочь. Вот, я говорю, что такое, ну, как бы сама чувствую так, что простуда. И я говорю, слушай, папа, подожди, то есть он как бы ожидает, что я сейчас буду сама с ним разговаривать, разговаривать, леча его. А я говорю, подожди, тут человек один выступает, такой могучий, послушай, и подставляет трубку телефона к колонке. И папа слушает минут пять. После этого он мне говорит, Валь, слушай, ну, силы добавились. А я по голосу уже чувствую, что у него другой голос. Знаете, когда он уже более звонкий и темп такой уже более, ну, более быстрый, динамичный. То есть вот это вот за пять минут я почувствовала исцеление своего папы. А на следующий день он мне уже позвонил и уже бодрым, здоровым голосом уже говорил о том, Валь, я выздоровела. Всю ночь спал хорошо, вообще замечательно. Ни разу не кошельнул, чувствую себя хорошо, дышу хорошо, все нормально, силы есть. Вот, и я считаю, что это вот такой целительный сеанс сделал Андрей. Так, папа, конечно, мой абсолютно доверяет мне, но вот я считаю, что в данный момент времени и мне самой, как вливание новых сил, и папе оказался Андрей Плетенчук. Я пошла на курс «Духовидение». Сейчас скажу вам, я рекомендую посетить этот курс. Почему? Потому что это развитие экстрасенсорики. Это умение считывать информацию с предметов окружающей жизни, что ли. Ну, например, сегодня я ходила в магазин, мне надо было купить апельсины. Вот, и поскольку их там несколько сортов, и я вот как бы задала себе такое, мне нужно вот кисло-сладкий вкус, я его представляю себе. Покажи, какие из этих. И я прямо очень четко поняла, что мне надо купить вот эти. Точно так же я выбирала в банке, ну, как сказать, типа, есть ли что, там еще вот эти все банки одинаковые. Вот мне что из этого целого ряда вкуснее всего для меня. Вот я тоже остановила выбор на этом. Ну, не знаю, как остальное, но то, что я пришла домой, принесла домой, открыла, оказалось на самом деле очень вкусно. Вот, ну, это я так привела примеры, как считывается эта информация, так я уже ее считывала много с чего еще и до этого. Что мы делали у Андрея? У Андрея мы, ну, во-первых, определяли друг о друге, работали как экстрасенсы и ясновидящие. Вот мы работали в парах, друг друга мы не видели, но мне, например, досталась Галина, и я должна была рассказать о ней. Я сама себе задавала вопросы, я получала на эти вопросы ответы. Вот, как это все, я рассказывать не буду, приходите на курс к Андрею, узнаете, и у вас тоже получится. Вот, и когда я делюсь теми полученными ответами, какие я получаю, Галина только пишет мне подтверждение. Точно так же она определяла обо мне, и 100% она определила точно. Так, что еще хочу сказать, что потом, после курса, мы занимались еще развитием, как бы, этих полученных навыков, и получилось очень здорово. Я, например, определяла, что будет в России в 2016 году и что будет в Америке. Получила ответы. Кто интересуется, может звонить, информацией поделюсь. Вот, ну, что еще? Я выздоровела, то есть ноги у меня совершенно здоровые, спина совершенно здорова. Кое-что произошло очень радостное в моей личной жизни, но этим делиться не буду. Это тоже после посещения курса духоведения. Так, скажу, что еще, каких же духов я вижу? Ко мне приходил дух моего дедушки. Дедушка мой умер 49 лет назад, вот, и я все время восхищалась им, знаете, ну, как сказать, какой чертой? Какой-то хваткостью и совершенно незнанием, незнанием никаких границ или каких-то ограничений, которые могли бы помешать ему достижение его цели. То есть это просто вот несгибаемой волей, решительности, уверенности, ну, вот, вожак. Вот с этой хваткостью, что ли, хваткостью хозяина жизни, властелина жизни. Вот этой черты у меня не было. И ко мне пришел дедушка. Вот, я прям очень почувствовала его, прям его энергию, и вот это качество он как будто как передал мне, прям как в сердце. Я его поблагодарила. Приходила ко мне мама. Она поделилась тоже тем, ну, мы называем ресурсами состояние. То есть как бы вот в психологии, в эриксоновском гипнозе, в работе с клиентами обычно употребляется это слово. Там открытие ресурсов или найти в подсознательном ресурс, в поле подсознания, просим подсознания, найти нужный ресурс. Вот мне этот нужный ресурс не находился. И он у меня нашелся вот таким образом. Пришел дедушка и дал, и пришла мама дала. И это все было после занятий на курсе Андрея Плетенчука. Духовидение. Поэтому я рекомендую. Ну, успехов! С вами была Валентина Мельникова. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok